Вместе всегда нам по пути Лучше компанию не найти Знаешь, где ты? Знаю и я Жизнь важнее всего семья Это моё семья Сокровище Что, Лизка, опять серёжку потеряла? Ничего я не теряла Я ищу сокровище Какое ещё сокровище? Настоящее Я по телевизору увидела, что в стране английская бульдожия Одна девочка вот так на своей даче кольцо нашла Древнее, очень ценное Пищит, пищит! Ну что там? Пуговица, металлическая, похожая на футбольный мяч Так это же моя пуговица Кидай Сейчас мы такое найдём Всё, ничего больше нет Никаких сокровищ Я пойду позавтракаю и полежу немного С утра ничего не ела Давай, я пока дальше буду сокровища искать Да на что я надеялась? Да, сокровищами это не назовёшь Эх... Бррррр... Так, это мне пригодится И это, и это Отлично, сконструирую вездеход Вообще-то мы сокровища искали И кажется, вы его нашли Кольцо? Смотри, зеленое все Наверное, очень древнее Вот Лизка обрадуется А завтра отправимся в музей археологии Покажем кольцо Это сенсация Гена, тут пишут, что ту девочку Из английской бульдожии Которая древний перстень нашла Выселили, дом снесли И теперь там сто человек ведут раскопки Представляешь, если и у нас так Ой, а давай пока Лизе Ничего не будем говорить про кольцо Давай, и спрячем его куда подальше Точно, чтобы никто Больше не нашел Доброе утро, юнги Сходите и скупайтесь, вода отличная Гена, а что это у тебя? Да так, нашли ерунду какую-то Ха! Ничего себе ерунда Это же сокровище Это медное колечко мне подарили В день выпуска из военно-морского училища Такая традиция А я его давным-давно здесь где-то потерял Так это твое? Ну да Спасибо, что нашли А я вас спросить хотел Вы чего здесь столько металлолома сложили? Да Лизе, кольцо искали Она так хотела сокровище найти И очень расстроилась, что ничего нет Сокровище? Хм У меня есть идея Доброе утро А что вы тут делаете? Это большой секрет Хочешь помочь нам? конечно лиза я тоже хочу искать сокровища да мы тут все с дружком уже проверили ничего интересного надо за забором теперь искать давай здесь сначала потренируемся кажется там и правда что то есть а вдруг там колечко нет этого не может быть сокровище кольцо малыш это невероятно спасибо что показал мне это место откуда ты знаешь что я искала кольцо а так это вы все подстроили так мы хотели как лучше верю я всегда знал что настоящие сокровища это моя семья конец света это ты голосишь я думал кому то плохо стало я верхний регистр разрабатываю слабо подумаешь я тоже так умею а это вы я думал кому то плохо мы этот верхний транзистор разрабатываем а ты так можешь мне не до глупостей хотя что вы кричите я только малыша спать уложила совсем не репетировать я не могу ведь это мое будущее я стану великой оперной певицей какая опера я сегодня на одном сайте такое прочитал короче будущее нам уже не светит сначала у всех позеленеют щеки ой потом вырастут большие белые носы потом глаза станут огромными и черными а потом на головах вырастут перья и что дальше что что конец света прямо завтра дружок пошутил наверное не бойся зайка скажи что это антинаучно это смешно дружок тебе надо поменьше всякой чепухи читать значит по твоему завтра ничего не случится завтра будет не конец света одно очень интересное явление сами увидите сначала у всех позеленеют щеки все в порядке не бойся потом вырастут большие белые носы гена ты чего так вырядился знаешь кто первым предсказал конец света индейцы майя вот я и подумал если стану индейцем может и на меня что то такое снизойдет и как снизошло пока нет пойду лосо побросаю вдруг поможет далеко не уходи скоро будет темнеть темнеть орх wondered ищите же что игрушек от может и смыть thick Оно сейчас погаснет Малыш, не нужно бежать от своих страхов Надо смотреть им прямо в лицо Как же можно посмотреть в лицо к концу света? Легко Где же оно? А, вот! Что это? Закопченное стекло Это все равно, что темные очки Через него можно смотреть даже на солнце Попробуй Ну вот, совсем стемнело Главное, не бойся Тогда страх сам тебя испугается и уйдет Ура! Конец света отменяется! Наверное, твое стекло волшебное? Нет Мы сейчас наблюдали солнечное затмение Это когда луна проходит между землей и солнцем И закрывает с собой солнечный диск Красиво, правда? Ага, и ни капельки не страшно Где вы были? Я вас искал, искал Нам Генка затмение показывал В телескоп Супер зрелище! Правда, у него камера зависла Ни одного снимка не получилось Теперь он расстроенный Да, я сейчас Гена, я слышал, у тебя фотографии не получились А рисунок подойдет Солнышко испугалась Но ненадолго Потом она посмотрела в лицо своему страху И победила его Как я Страхи от незнания Спасибо за рисунки, малыш Немужское дело А дедушка нам список дел передал А где сам дедушка? Он на почту ушел Ладно, что там за дела? Пункт первый Поднести во дворе Ну нет, подметать я не буду Вот вы с Розой и подметайте Чего это сразу мы? Не мужское это дело А какие тогда мужские дела, дружок? Такие, где нужна сила, ловкость, мужество Ловкость, и чего там у тебя еще? Решительность, ну и где нужно преодолевать опасность А завидовать вредно для здоровья Хорошо, дружок, теперь все женские дела будем делать мы с Лизой Но только если ты обещаешь делать все мужские Идиот, пойду в футбол поиграю А как же список? Ты же обещал! Да гвоздь мне в кеды Обещал! Слово держать, это по-мужски Что там у нас дальше? Прополоть, грядки Девчонки, нам надо грядки прополоть Нам? Ты хотел сказать тебе? Как это мне? Ну, дружок, чтобы грядки пропалывать Столько силы нужно Это определенно мужское дело А мы, зайка, в дворника поиграем Гена, помогай! Они на меня хотят всю работу повесить Не могу, дружок У меня научный проект К тому же, это именно ты и выдвинул свою сомнительную теорию Про мужские и женские дела Ладно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фу! Последнее дело осталось Собрать малину Ну, с этим вы точно справитесь Малина не тяжелая Дружок, ты что? Там же такие колючки в кустах Это опасно Боюсь, это тоже мужская работа Ну, все Хватит Прекращайте эту комедию Прекратим Если ты признаешь, что нет никаких мужских и женских дел Нет Не могу я против принципа Вот преступников ловить, например, мужское дело А как же знаменитая сыщица, мисс Пудель? Эээ, космонавтика Первая женщина-космонавт Магарита Собакова Автоспорт Ага Нечего ответить Автоспорт не женское дело Видите, я прав Нет И мы тебе это докажем Вызываем тебя на автодуэль Вызов принят Если победите, я признаю, что был не прав Генка Давай из этой штуки гоночный автомобиль сделаем Сделать-то можно Нет гарантии, что он не сломается по дороге Но если ты готов рискнуть Это же газонокосилка дедушки Теперь это гоночный болид дружка Готовы? На старт Внимание! Ага Да Если не хитрить и не лениться И помогать друг другу Тогда и не придется делить работу На легкую и тяжелую На мужскую и женскую Видишь Братья и сестры вместе ухаживают за тобой И не спорят, кому что делать Но когда мы тебя вылечим Газонокосилку чинить будешь ты Да, дружок Тут Лиза права Но не переживай Мы с Геной тебе поможем Вместе работать всегда веселей Здорово! И я помогать буду! Метод мопса Потрясающе! Дружок, ты читал про Шерлока Мопса? Гениальный сыщик Не до книжек мне, брат У меня мяч пропал Пропал? А может его похитили? Ага Не смешно А я не шучу Как сказал бы Шерлок Мопс Тут попахивает тайной Тут я его и оставил Ага, действительно Что? Меча здесь нет Ха! Тоже мне гениальный сыщик Лучше скажи, где он есть Терпение, дружок Как говорит Шерлок Мопс Спешка худший враг следствия Видишь следы? Найдем того, кто их оставил И похититель у нас в лапах О! Щекотно Ой! Я чего-то не понимаю Они что, все похитители? Преступный сговор Не исключено, коллега Но пока мы можем утверждать одно И Роза, и Лиза, и дедушка Были на месте преступления И это делает их подозреваемыми Гвоздь мне в кеды! Кто мяч-то взял? Тот, у кого был мотив У нас еще один след Но его обладателя мы так и не нашли Таинственный незнакомец Преступления просто так Знаешь ли, не совершаются Кому-то твой мяч сильно мешал Прячься Деда, ты случайно мяч дружка не видел? Как же видел? Дело было значиться так Почему стало темно? Что это? И потом я ему крикнул Ах ты, проказник! Ну, попади же ты мне! Роза А ты мяч дружка не видела? Что? Еще как видела Это был мяч дружка! Ой! Лисовала я, никого не трогала Ах! Ах! Вот! А ты говорил, мяч никому не мешал Ага, только это не мяч мешал, а я! Мотив был у всех И следствие зашло в тупик А что бы твой мопс сейчас делал? Хм! Он бы думал А когда он думал, он играл на скрипке О! Ай-яй-яй-яй-яй Ну как? Надумался! Ты что-то говорил? Что? Я говорю! Ну как? Думается! Неа! Ах! Не шевелись! Я снимаю ее на видео Малыш, а ты ведь уже давно видео снимаешь? Есть! Вот он мой мяч! Так-так-так Ну привет, таинственный незнакомец Но ведь сработало Метод мопса, дружок Когда расследование в тупике Сыщика обязательно посещает гениальная идея Если, конечно, это талантливый сыщик А она меня таки посетила Ага, талантливый и очень скромный Что случилось? Дудка пропала Со стола Куда? Похоже, тут попахивает тайной Опять? Задание на лето Так, по литературе Это прочитала Это записала Так, краеведение Показать красоту своего края Местности, где вы живете Увидеть во обыденном Прекрасное или необычное Зарисуйте или сфотографируйте Увиденное Ой, ну какие у нас красоты-то Ни моря, ни пальм Ни пейзажа нормальных Ни экзотических животных Фу! Одни только назойливые насекомые Что снимать-то? Огород? Ха! Очень необычно Куст? Ну прям прекрасное рядом Любоваться совершенно нечем А ты у дома экзотику не ищи Ты в лес ходи Прогуляйся Места у нас красивые Ха! Да? Да-да И малыша захвати Познавательно будет Пойдем, малыш Полюбуемся красотами нашего края Роза, смотри за малышом Он еще маленький Ладно Путешествие! Путешествие! Ага, кругосветное Тропинка, как тропинка Деревья, ничего особенного Ну что ж нам задали Какую-то ерунду Малыш, ты где? Я тут Не отставай А долго мы еще будем идти? Долго Пока не встретим красоты Зачем? По заданию Ну ладно Мне б твои заботы Ну, и на что тут любоваться? Так, малыш, подожди здесь Я заберусь повыше и осмотрюсь Может, увижу что-нибудь необыкновенное Хорошо Все как всегда Один бурьян до лопухи О, земляничка Еще, еще Ух ты, пух ты Придется тащиться дальше Пойдем, малыш Малыш Ты где, малыш? Малыш Я тут Малыш Тут Это где? Я в зеленом дворце Здесь изумрудные потолки И высокие колонны уходят прямо в небо А еще тут сокровища И чудесные угощения У малыша галлюцинации А еще Тут чудесные существа Точно Он провалился в какую-то яму И ударился головой И трон С золотыми цветами А-а-а Что я дедушке скажу? Малыш Отзовись Что так вопить-то? Иди, я Иду Иду Так Слезами тут не поможешь Надо малыша искать Роза Зачем ты ломаешь зеленый дворец? Малыш Иди ко мне С тобой все в порядке Где ты ударился? Я чуть с ума не сошла Со мной все в порядке Ничем я не ударился Где ты был? Вон там В зеленом дворце Хочешь, я тебе покажу? Я и не представляла Сколько прекрасного у нас рядом Ну вот А ты говорила Море Море Деду Морозу До востребования А можно мне новую игру Прогончего пса? Можно Круто А как правильно пишется Дедушка Мороз Или Мороз Какая разница? Главное название Подарка погасболчивее напиши Правильно пишется Дедушка Мороз Я попрошу у него Летающие ботиночки Малыш Ты еще слишком маленький Для летающих ботиночек Их нет даже у Розы Вот именно Я, например, попросила У Дедушки Мороза Обычные туфельки Тогда Шапку-невидимку Я и так вижу Своего малыша реже Чем хотелось бы А он еще хочет Стать невидимкой Тогда Тогда я еще подумаю Что же такое попросить? Может, ковер-самолет Или волшебный карандаш? Хватит морочить Вон у мамочки и папочки Попроси у них что-нибудь простое Вот ты велосипед Хочешь? Хочу Ну и попроси у мамы с папой Велосипед Но я же прошу У Дедушки Мороза Когда ты уже повзрослеешь? Нет никакого Дедушки Мороза Все подарки нам дают родители Неправда Я тоже раньше думала Что Дед Мороз есть И что он читает мои письма Однажды мне приснился волшебный сон Я попросила у Дедушки Мороза Такой же шарик, как во сне И отдала письмо маме А потом, когда открыла свой подарок Это был обычный шар Из магазина А не из моего сна А я до сих пор мечтаю о таком шаре Но я же большая И понимаю, что это невозможно Таких шаров не существует Поэтому проси что-нибудь простое И не расстраивай родителей Дед Мороз есть А ты проверь Попроси велосипед Но никому не рассказывай, что просил Увидишь Велосипеда ты не получишь Ну что? Придумал, что попросить у Деда Мороза? Придумал И уже написал письмо И отправил Как отправил? А вот так Если Дедушка Мороз есть Он обязательно получит моё письмо Хм Что же ты попросил? Эм... Секрет Мама говорит, что ты уже отправил письмо Деду Морозу Ага Молодец А ты точно все правильно написал? Давай ты еще раз напишешь, а я проверю Вдруг есть ошибки Ну и что? Я же еще маленький и хорошо себя веду Значит, он все равно подарит то, что я попросил Эм... Не признается Что будем делать? Я не знаю Малыш так искренне верит в Деда Мороза Неужели мы его разочаруем? Велосипед Он попросил Велосипед Только не говорите, что это я вам сказала Пусть малыш и дальше верит в Деда Мороза Ух ты, как красиво! Подалочки! Мой микроскоп Гвоздь мне в кеды! Гонщик-пес! Коллекционное издание! Какая плелесть! Именно такие, как я и хотела! Спасибо, Дедушка Мороз! Ух ты, пух ты, спасибо! Скажи спасибо Деду Морозу Дедушка Мороз не мог подарить мне велосипед Я ведь попросил у него подарок для Лизы Для меня? Моя мечта! Мой шаг! Дед Мороз существует! Дед Мороз Конкурс приколов Ой, не могу! Хе-хе-хе! Их-хе-хе! Как смешно! Хе-хе-хе! Этот волик точно станет приколом месяца! Ага, слушай, Лизка Давай тоже что-нибудь прикольное снимем И выложим на этот сайт Точно! Надо только подождать, пока что-то забавное случится Вот еще ждать Надо действовать самим Например, измажем генку зубной пастой Представляешь, просыпается он утром Весь белый Встает, подходит к зеркалу И видит вместо себя привидение И мы выиграем в конкурсе Хе-хе-хе-хе! Ой, не могу! Как спешно! Хе-хе-хе! А мы тут зубы чистим Правильно Ученые доказали Что использование зубной пасты Оберегает от разрушительного действия Вредоносных бактерий Сейчас он увидит тебя в зеркале! Так себе пьякольчик получился Откуда я знала, что он в зеркало не смотрится? Вот сама возьми и придумай что-нибудь Пожалуйста Вот взять хотя бы, например, душка Давай его кеды Кровати перевяжем Представляем Вот он! Хе-хе-хе! Сынок, пора вставать В школу опоздаешь Встаю, встаю Ох, это точно прикол месяца? Вот что, сестренка В таком деле нельзя торопиться Хороший прикол требует хорошей подготовки План таков Тут мы ставим торт Это приманка Здесь натягиваем веревку На ней будет держаться музыкальная гирлянда Из концертных банок И лейка с водой Еще мешок муки добавь Это будет весело Точно! И конфетти с блестками Для красоты Отсюда будет самый лучший обзор Мальчишки идут Лиза, ты где? Ух ты, пух ты Тортик Малыш, стой! Ах, такой гол! Девчонки, вот прикол-то, а! Ну, молодцы! Поздравляю! Ваш ролик стал приколом месяца Ага, 200 тысяч просмотров! Вы теперь знаменитости! Опыт общения Вы даже не представляете, что я узнал Неужели красный опять в моде? Оказывается, если общаться с растениями, они растут гораздо быстрее Они нас слышат Это удивительно Слушай, Ген, а ты домашку нам сделаешь? Вам что, совсем неинтересно? Конечно, интересно Но домашка еще интереснее Эй, куда? Это мой перу Был твой, стал мой Эй, это мой перу Да ты рассказывай, Ген Не обращай внимания Так вот, я собираюсь провести опыт Если я буду... Не может быть! Ты только посмотри Это же из новой коллекции Представляю, если я так в школу приду Все девчонки умрут от зависти Так о чем ты там, Геночка? Да так Ни о чем А, ну хорошо Ген, Ген Так ты сделаешь нам домашку? Это мой перу Мой! Гением во все времена приходилось трудно Но это не мешало им совершать великие открытия Ну что ж Начнем эксперимент Ты уж извини Я как-то не привык с кактусами разговаривать Меня, кстати, Гена зовут А я и говорю Получится закись азота Смотрю Вот инфузория А там закись углерода Представляешь? Хе-хе-хе-хе Слушай Ты не проголодался еще? Я читал, тебя нужно редко поливать Ребята, это все-таки случилось Гена сошел с ума Что на этот у вас? Опять инопланетяна вызывает Хуже Он с кактусом разговаривает Да ладно Может тебе помещилось? Вот сейчас перекусим И гулять пойдем О! Ну что, убедились? Гвоздь мне в кеды Вот послушай Тебе понравится Что же делать? Мама с папой этого не переживут Это у него все от стресса И подавляемых комплексов Надо с ним поговорить Не вздумай Какие вот психологи-самоучки Могут нанести больному Еще больший вред Тогда надо просто Выкрасть у него этот кактус Точно Нет кактуса Нет проблемы Только незаметно Его нельзя травмировать Все Сейчас он заснет И кактус точно наш Знаешь А ты хороший собеседник По крайней мере Ты меня слушаешь А то дружку с Лизой Только и надо Что задачки списать Розе вообще До меня нет дела Ладно Не будем о грустном От таких разговоров Ты точно не зацветешь Но ничего Спокойной ночи Получается проблема-то Не в кактусе А в нас Доброе утро Еще не зацвел Ну-ну Ничего Билет Ну как тут твой опыт С кактусом Да пока без изменений А ты ему сказки Пробовал читать Нет Только энциклопедию растений А что Неплохая идея Надо попробовать Сказки А еще можно По ролям читать Точно Так еще веселее Погодите А чего это вы такие добрые Опять домашку Надо помочь сделать Да нет Просто хотим пообщаться Ага О Смотрите Эксперимент Удался Шито-крыто Так Куда бы мне это запрятать Дружок Ты мою сумочку не видел Такая розовенькая Со сразиками Не видел я твою сумочку Хочешь Возьми мою Ой Какая коробочка А что в ней Да так Ерунда всякая Ну Сумочка у тебя уже есть Все пока Так 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 Интересненько Что он там пьячет Так Нужно выманить его из комнаты Напримел Чемпионат мила по футболу Пошлогодняя запись Лизка Ты гений Болейте с нами Кричите с нами Свистите с нами Ведь сегодня финал Финал Гвоздь мне в кеды Как я мог забыть Ну правда Как Ух ты Какой пас Давай сплава Давай Сплава Я это уже где-то видел Вот точно Такой же пас Ой Да что эти футболисты Могут новое придумать Давай Пас Пас Не могла подольше его задержать Ага Сама попробуй Ой Да без проблем А ты попробуй коробку найти Давай Мыш Дружок Ты мужчина или как? Лови ее Кого ловить-то? Никого не вижу Вон она В нашу комнату побежала Лови ее Вон Вон она Не дай ей уйти Так-так-так Ну где эта мышь? Убежала, наверное Не поймал Конфеты Какие красивенькие Попробуем? Ты что? Это же не наши Только по одной Дружок И не заметит Ммм Клубничная А у меня банановая Интересно А остальные С какими начинками? Да И что теперь делать? Что делать, что делать Следы заметать Пластилин И коричневая кваска Прям как настоящие Даже лучше Все шито квыто Есть Сестренки А чего сразу И сестренки-то Это не мы В этот замечательный день 8 марта Хочу вас от всей души Поздравить С тем Что вы Женщины А вовсе не мужчины В общем Это вам Дорогие мои Ну же Попробуйте, а Я знаю Вы любите сладкое Если не съедите Я обижусь На Игры разума Поезд отправляется Малыш Можно потише Лучше подсчитай Сколько ножек У гусениц У гусениц По шесть ножек Значит Всего двенадцать Стой Теперь подсчитай Сколько будет Двести семьдесят три Плюс Триста шестьдесят четыре Вот и тишина Шестьсот тридцать семь Чё-чё-чё-чё Что А Малыш Кажется тебе Как и мне Достались лучшие Гены семьи Барбоскиных Вдвоём Мы сможем Перевернуть Весь научный мир Водрузить Наш совместный Интеллект На передовую Собачьего Знания Так, мы должны по-настоящему развить твои способности С сегодняшнего дня мы начинаем интенсивное погружение В удивительный мир точных наук Молодец Надо не так, а вот так Это химическая реакция А так действует сила притяжения Земли А теперь ты получишь энциклопедические знания А в третьей степени плюс Б в третьей степени равно А плюс Б минус С Ну что ж, на сегодня хватит Теперь можно и отдохнуть Ага, отдохни З в кубе минус корень из трех и двух десятых Равно корень из двух плюс корень из трех в четвертой степени Малыш, не стоит переутомляться Хочешь, давай поиграем Смотри, я паровозик Ту-ту, ту-ту Гена, можно потише? Не стоит уподобляться жителю Палеолита Может, в машинке поиграем? Геннадий, я же попросил не мешать Ну ты же так любил игры Мультики, своего зайку Смотри, он по тебе соскучился Что? Да, ставьте эти формулы Учиться, конечно, хорошо Но нельзя же забывать про свое детство Да что ты ко мне привязался с этим детством И, кстати, чем твое детство было лучше? Все свое время ты посвящал книгам и науке Чему в свою очередь посвящено теперь и мое детство? Ну что хорошего в игрушках или мультиках? Все это малоинтеллектуальные глупости Не стоящие внимания ребенка А теперь извини Мне еще нужно решить пару примеров за 10 класс Что ты сделал с моим другом? Верни мне прежнего малыша А ну стой! Верни мне малыша! Верни прежнего малыша! Верни малыша! Ух ты, пух ты! Какие толстые книжки! Ты мне почитаешь, а? Как-нибудь в другой раз Попозже Годика через два Нет, лучше через пять Редактор субтитров А.Семкин Перевоспитатели Нам не суждено быть вместе Но ты навсегда останешься в моем сердце Да ладно тебе над этими страстями сопливыми рыдать Мне бы твои проблемы У них там идеальная жизнь А у нас что? И у нас идеальная Вот сейчас только от этой неидеальной оценки избавлюсь И вообще все будет идеально Держи, для родной сестры ничего не жалко Нет в нашем мире гармонии Какой же все-таки дружок несовершенный? А что, если его перевоспитать? Дружок, я решила сделать этот мир лучше Это ты хорошо придумала Я буду бороться с несовершенством И начну с тебя Не, меня в это не впутывай У меня своих дел полно Боюсь, у тебя нет выбора Если ты, конечно, не хочешь Чтобы я показала маме с папой вот это Розочка, скажи Ты ведь пошутила, да? Мне не до шуток Тебе придется стать идеальным учеником А не Аполтусом и разгильдяем Но тебе-то зачем это нужно? Если в мире станет на одного двоечника меньше Мир станет чуточку лучше и совершеннее Так что быстро принимайся за уроки Все, Роза! Сделал! Так быстро? Сейчас проверим А чего проверять-то? Если мы будем больше доверять друг другу Мир точно станет лучше Не отвлекайся Внимательнее Роза, я не могу сосредоточиться, когда ты смотришь мне в затылок Хорошо, я отвернусь Нет, ты лучше выйди А то я снова двойку получу Ну, хорошо На свежем воздухе И думается легче Ладно Роза, проверь, пожалуйста Вот теперь ты все решил правильно Молодец, дружок Роза, ты не поверишь Сегодня я в первый раз за домашнее задание пятерку получил Вот, смотри И все благодаря тебе Ну, что, мир стал лучше? Мир стал хуже Пока я вчера с тобой возилась Сама не успела уроки сделать И двойку получила Ну, что, теперь моя очередь бороться с несовершенством Д 70 лет Тия, тия Настапой друзья Тия, тия Настапой друзья Субтитры подогнал «Симон»